Библейский портал экзегет.ру представляет Достаточно чтимые братья и сёстры! Мы продолжаем наше занятие по избранным псалмам и сегодня мы приступаем к изучению четвёртого псалма. Афанасий Великий пишет «Псалом этот Давид посвящает победителю по одержанию победы над врагами. Вместо слов «в конец» Акила и Вео Дотюн перевели победителю «О семах победная песнь». Итак, Афанасий Великий, ссылаясь на Таргумы и переводы, которые делались на греческий язык, он говорит, что надписание этого псалма – это псалом для человека, который одержал какую-то победу. поэтому, если прошедший третий псалом, который мы изучали, это когда нас гонят, мы читаем этот псалом третий, четвёртый – это на одержание некой духовной победы. Этот псалом имеет надписание как в греческом языке, так и в еврейском языке начальнику хора на струнных орудиях псалом Давида. Древнехристианский экзегет Браулио Сарагосский, свидетель, в своём письме «Фруктуозу» писал, «Ведь, конечно, предписание есть любовь. Любовь, согласно Иоанну, есть Бог. Бог же Христос, с Которым мы должны делать всё и ничего без Него. В нём певец псалмов видит предел всякого совершенства, поэтому и некоторые титулы псалмов предваряют надпись в конец. Когда придём к этому, никуда больше не поведёт путь христиан. Как он сам говорит, придите ко мне все труждающиеся обремененные, и я упокою вас». Итак, святитель Браулио Сарагосский указывает на то, что псалмы «Приготовляют нас к вечному вдохновению». И надписания в псалмах в конец означают, что они как бы подводят человека к тому пределу, за которым начинается вечная жизнь. Сладостная жизнь в раю Господне. Может быть, именно поэтому над мёртвыми читаются псалмы, потому что душа усопшего человека, она сама за себя молиться не может, она нуждается в молитвах родных и близких, и когда мы молимся за усопших по псалтыре, то это наиболее сладостные слова для самого усопшего. Мы как бы вкладываем в его уста эти молитвы, мы как бы помогаем ему совершить то, что сам усопший не может. Он не может за себя молиться, и когда мы молимся по псалтыре, это для него великое вдохновение. Также по псалтыре мы молимся и о живых. И в богослужебной псалтыре обычно указывается, где мы молимся за живых, где мы молимся о усопших. В этом как бы сила псалмов Давида, эта сила объемлет как земную жизнь, так и будущую жизнь, и помогает людям переходить из одного формата бытия в другой формат бытия. Итак, псалом начинается словами «Когда я взываю, услышь меня, Боже, правды моей, в тесноте ты давал мне простор, помилуй меня и услышь молитву мою». А более дословный перевод будет такой «Назов мой, ответь мне, Бог справедливости, ты, который в тесноте даровал мне простор, помилуй меня, услышь молитву мою». Итак, Давид, начиная молиться, просит Бога, «Услышь меня, Боже, правды моей». Что могут означать эти слова? Афанасий Великий объясняет подобно сказанному и еще глаголющее «ти речет сепри дох». Эта славянская фраза означает «Когда мы обращаемся к Богу, то Бог спешит к нам на помощь. Он выходит как бы навстречу нам, и мы, обращаясь к Нему, говорим «Боже, правды моей». Что это значит? Это значит, что все хорошее, что имеем мы в жизни, всякую правду, мы творим только по помощи Бога, при Его участии. Сами мы были бы неспособны к правде, к добродетели. Как в канонике, в конце вечерних молитв сказано, «Все хорошее, что сделал в течение дня, припиши Богу, а все плохое, что сделал в течение дня, припиши себе». Так Давид им молится, когда я взываю «Услышь меня, Боже, правды моей». То есть он не находит для себя собственных заслуг, он уповает на помощь Божию, которая помогает ему в соблюдении заповедей. «В тесноте ты давал мне простор». Что могут означать эти слова? Все мы живем в неком стесненном обстоятельстве. Прежде всего, эта теснота обусловлена нашим телом, и в теле стеснен наш дух, а так как с годами тело, оно становится немощным, то это стеснение духа, оно только усиливается. Но мы живем в стесненных стесненных обстоятельствах и в том смысле, что люди, которые окружают нас, не всегда разделяют наше вероубеждение. И мы чувствуем тесноту в наших собственных домах, в наших собственных квартирах, когда с нами рядом живут неверующие люди, и они стесняют наш дух. И не всегда некоторые верующие могут найти место для молитвы, Потому что иногда родственники специально включают громко музыку, когда мы начинаем молиться, пытаются всячески нас отвлекать от этого важного дела. Но, как молится Давид, в тесноте Ты, то есть Господь, давал мне простор. И действительно, даже если мы в стесненных обстоятельствах молимся, мы вдруг чувствуем, как новые кругозоры раскрываются перед нами, что теснота нашего тела уже не мешает нам, мы как бы воспаряем над ним, теснота обстоятельств сложных не может никак нас ограничить. так и святые апостолы, когда они были закованы в цепи и заключены в темницу, в этой тесноте, в темнице было очень много других заключенных, они пели псалмы с радостью, как бы раздвигая границы этой темницы. Поэтому в любом стесненном уповании будем молиться и Господь даст нам простор. И после этих слов Давид восклицает «Помилуй меня и услышь молитву мою». Почему сначала он просит о милости Божьей и потом говорит, что надеется, что Господь услышит молитву Его? Божье прощение, оно и заключается в том, что Господь, прощая нас, идет нам навстречу. А так как у нас могут быть какие-то пожелания, и в молитвах мы их высказываем, то милость Божия сопровождается как правило исполнением наших молитв. Поэтому так и сказано «Помилуй меня и услышь молитву мою». То есть ничто не может нас стеснить, ограничить нашу христианскую свободу. Ничто кроме грехов, вот грех реально может стеснить нас, и он не дает нам простора свободного существования. Ибо, как сказано, кто кем побежден, тот тому и раб. И когда человек побежден каким-то грехом, он становится рабом этого греха. Вот это крайне стесненное обстоятельство. А когда мы переживаем покаяние, то и в тесноте мы обретаем простор, и Бог, милующий нас, отвечает нам на нашу молитву. Последнее стеснение, которое мы переживем перед вечной жизнью, это стеснение в гробу. Когда выкопают яму два метра, нас уложат в тесное пространство гроба, но и здесь будут действенные эти слова в тесноте ты давал мне простор. Стеснить можно только тело, а душа, она покидает тело в момент смерти. Поэтому она в любом случае не переживает стесненных обстоятельств, если человек успел примириться с Богом. Но если он умирает, не пережив обращение к Богу, то стесненные обстоятельства будут сопровождать его и в вечности. Но и само тело, положенное в тесный гроб, оно переживет освобождение, когда будет день воскресения и будет звук трубы архангела Гавриила, то все мы восстанем в простор новой жизни во Христе и со Христом. И вот об этом очень важно, конечно, помнить и с надеждой ожидать простор небес, простор небесной жизни, которую ожидает верующих. Далее третий стих «Сыны мужей, доколе слава моя будет в поругании, доколе будете любить суету и искать лжи». Дословный перевод «Потомки мужей, доколе честь моя будет в поругании, вы навсегда полюбили обман, ищите ложь». Кто это сыны мужей, по-славянски «сынови человечестие доколе тяжкосердия». Афанасий Великий пишет «Это сказано тем, которые думали множеством войска схватить праведного, но надежда эта, говорит он, была суетна и лжива». то есть речь идет о том, что сыны мужей, в этом есть пренебрежение к этим людям, то есть они как бы дети по отношению к своим родителям. Это их отцы были мужи, а они сыны мужей, потомки мужей. И эти люди думали, что они могут одолеть Давида, опрокинуть его славу, окончить его жизнь. Такое было у них настроение. И Давид молится, доколе слава моя будет поругание. Слава Давида это то помазание на царство, которое он получил от Бога. Давид имел двойное помазание. Одно как царь, другое как пророк. И он дорожит этим помазанием, и когда он говорит, доколе слава моя будет поругание, он переживает не за свою личную славу, а то величие царского и пророческого служения во что облег его сам Господь. Доколе будете любить суету и искать лжи? Эти слова относятся и к нам, потому что мы в некотором смысле все полюбили суету, пребываем в этом состоянии и ищем лжи. Что значит искать лжи? Это прислушиваться к сплетням. Искать лжи это означает прислушиваться к сплетням, что совершенно недопустимо для верующих людей. Почему? Потому что Господь наставляет нас судить о каждом человеке с лучшей стороны. Что это значит? И где Господь учит нас судить о каждом человеке с лучшей стороны? Давайте вспомним, что в Писании очень часто о человеке говорится не как о теле, а как о душе. Например, сказано «В ковчеге спаслося восемь душ». Или сказано «В Египет пришло столько-то душ с Иаковым». И святые отцы задавались вопросом «А почему не сказано спаслось там восемь человек? Почему не сказано «В Египет пришло столько-то человек?» Почему говорится о душах? Потому что душа это самое лучшее, что есть у каждого из нас. она значительно совершеннее, чем тело. И когда Писание говорит о человеке как о душе, то оно научает нас и нам судить о каждом человеке с лучшей стороны. То есть смотреть на человека не только как на кусок плоти, но созерцать бессмертную душу. Любоваться не телом, а любоваться красотой духа того или иного человека, красотой бессмертной души. Поэтому тот, кто ищет лжи, то есть ищет сплетен, слухов, он как раз идет противоположным путем, он ищет худшее от человеки, чтобы узнать. И это совершенно недопустимо и ни в коей мере не оправдано. Итак, Давид восклицает, сыны мужей, доколе слава моя будет поругание, то есть слава царственного и пророческого служения, доколе будете любить суету и искать лжи. Суета это очень серьезная проблема. Суета это бессмысленное занятие. Вот что такое суета? Когда говорят, что человек суетится, имеется в виду, что он делает какие-то ненужные телодвижения, совершает какие-то не совсем оправданные поступки. То есть это не прямое действие, это какая-то кривизна обнаруживается, это дополнительное действие, но оно лишено смысла, суета. В книге Экклесиаста сказано, что вся жизнь суета, сует и томление духа в некотором смысле. Но книга Экклесиаста это покаянная книга царя Соломона и там он показывает разные состояния своей души и под конец признает преимущество жизни в Боге и с Богом. И далее мы читаем четвертый стих. «Знайте, что Господь отделил для себя святого своего». Господь слышит, когда я призываю его». Дословный перевод будет такой, но знайте, что Господь отличит преданного ему. Господь услышит зов мой к нему. В этом стихе мы видим как бы некий такой христологический момент. Господь отделил для себя святого своего. Это Сын Божий, который выделен и превознесен над всем. Что такое выделен? Отделил святого? Эти слова синонимичны по-еврейски святой означает отделенный, кадеш. Получается, что смысл знаете, что Господь отделил для себя отделенного. Вот так получится. Потому что святой – это отделенный, это другой человек. и в том смысле, как Христос отличается от всех нас, Он истинный Бог, истинный человек одновременно. Вот это такое отделение, что у Бога Отца есть один Сын, Он называется Единородный, и Его имя Иисус Христос. Он Бог и человек одновременно. Как мы часто с вами вспоминаем наставление отцов, что посредник между людьми и Богом, он должен быть одновременно и человеком, и Богом. Посредник между людьми может быть человек, а посредник между Богом и человеками – это Бога-человек Христос Иисус. Как и сказано, един ходатай, един посредник между Богом и человеками – человек Христос Иисус. Далее произносятся слова, которые имеют огромное значение для всех нас гневаясь не согрешайте. Размыслите в сердцах ваших, на ложах ваших и утешитесь. Более точный перевод будет трепещите и не грешите, когда вы на ложе своем в сердце речи введите и лучше храните молчание. Что значит в сердце речи введите и лучше храните молчание? То есть, если какие-то мысли тебя обуревают, но пусть они останутся в твоем сердце и обязательно говорить это вслух, потому что лучше хранить молчание. Это с одной стороны. Но начало пятого стиха «гневаясь, не согрешайте» это очень актуальные слова. Когда человек в состоянии гнева он может действовать неуравновешенно. Гнев выводит его из себя и как бы искажает образ Божий в человеке и в состоянии гнева человек может совершить что-то неправильное. Блаженный Феофилак пишет, что человек не может совсем не гневаться. Феофилак пишет «совсем не гневаются только душевно больные». Они ходят, улыбаются. А нормальный человек должен знать, когда проявлять гнев, а когда сдерживать гнев. Мы знаем, что Христос проявлял гнев, когда он видел, что Дом Божий превратили вертеп разбойников. Но гневы нельзя согрешать. Вот у Якова были два сына. Это Левий и его брат Вениамин, насколько я помню. И Симеон, Симеон, Левий и Симеон. И они однажды так отомстили за свою сестру Дину, что Яков их проклял. И он проклял их словами «Проклят гнев ваш, ибо жесток, и проклята ярость ваша, ибо свирепа». Поэтому мы всегда должны полагать предел гневу, даже праведному гневу. Он не может становиться жестоким. И мы даже на войне должны полагать предел ярости. Она не должна быть свирепой, то есть переходить в животные качества. И в Библии действительно есть законы ведения войны, что можно делать на войне, что нельзя делать, какую молитву читают перед началом военных действий и так далее. Поэтому очень важно упорядочить свой гнев, гневаясь, не согрешать. Самый лучший способ упорядочить гнев – это перейти на медленную речь. Этому нас учит Иаков, брат Господин, в своем послании, когда говорит могущий обуздать язык, обуздает и все свое тело. Когда мы переходим на медленную речь, мы можем контролировать то, что мы говорим и сдержать движение гнева. Размыслите в сердцах ваших. То есть лучше вообще не выпускать эти слова из сердца. На ложах ваших приляжьте, расслабьтесь на луже свое, может, перестанете махать кулаками и утешитесь, как на Руси говорили, спит, не грешит. Афанасий Великий пишет, говорит это своим домашним, а вместе всем людям. Если и допустите в себе гнев, то приводите его в бездействие, умилением сердца, в безмолвие, ибо это значат слова на ложах ваших умилитесь. То есть успокойтесь. И не только успокойтесь, найдите преимущество такого положения, что вы укоротили собственный гнев, и это принесет вам умиление. Вы на себя посмотрите, а что это я вспылил? Как дети иногда начинают там игрушки ломать, чтобы обратить на себя внимание. Для христианина гнев, там, раздражение – это непростительная роскошь. И это расшатанные чувства. При хорошей организации духовной жизни всего этого можно, конечно, избежать. И далее шестой стих «Приносите жертвы правды и уповайте на Господа». Возможное прочтение шестого стиха «Приносите жертвы праведности и уповайте на Господа». Надо сказать, что в славяно-русской речи, особенно до революции, правда и праведность – это тождественные понятия, тождественные слова. Они синонимичны даже как-то. И вот известные слова из заповеди «Блаженств». Помните? «Ищите правды». «Блажен, ищущий правды». Более понятный перевод блажен, ищущий праведности. Потому что правда в теперешнем сакулярном понимании – это какая-то концепция, какая-то идея. А праведность – это что-то конкретное. Праведность – это и есть реализованные идеи, но божественные идеи, божественные предписания. Поэтому призыв «Приносите жертвы правды» имеется в виду «Приносите жертвы праведности и уповайте на Господа». А что значит «Приносите жертвы праведности»? А что бывают жертвы неправедные? Да. В некотором случае Писание запрещает принимать пожертвования от некоторых групп людей. Например, в 4-й книге царей, сказано, что жертву за грех на храм не принимайте. Жертву за грех на храм не принимайте. И далее там сказано, ее могут отдать священнику, если он даст согласие молиться за этого грешника. грехи. То есть, были жертвы, которые люди приносили как у милостивительной за грехи. Так вот, на храм такое пожертвование не принималось. Оно принималось священником, и там вне стана он мог как-то реализовать эту жертву. Чаще жертвы, которые приносили, это были жертвы благодарения. Жертвы благодарения. К сожалению, наша жизнь устроена так, что мы чаще жертвуем именно за свои грехи. Мы как бы хотим откупиться от Бога. И, например, если мы заболели, мы жертвуем, а поправились, мы сразу перестаем жертвовать. И это неправильно. Жертва благодарения, она закрепит результат. Если Господь послал нам исцеление, если Господь в стесненных обстоятельствах дает нам простор, если Бог помогает нам превозмогать самих себя, то, конечно, мы должны приносить жертвы благодарения. приносите жертвы правды и уповайте на Господа. Афанасий Великий пишет, учит, как преодолевать нам врагов праведностью и правдой. Как же именно преодолевать их, делая правду и принося это в жертву Богу? Высшая жертва Богу – это стремление исполнять Его закон и жизнь по Его заповедям. Вот это высшая жертва Бога. И мы, христиане, призываемся к тому, чтобы не просто покаяться перед Богом, но принести плод покаяния. А в христианстве плод покаяния – это добро, которое мы являем, должны являть даже нашим врагам, не только нашим благодетелям. Это будет немножко попахивать товарно-рыночными отношениями, если мы будем помогать помогающим нам, если мы будем жертвовать тем, которые жертвуют нам. такая система товарно-рыночных взаимоотношений. Христиане должны быть выше этого. Как Бог посылает свет солнца на праведных и на неправедных и дождем дождит на праведных и на неправедных, так и мы должны в одинаковой мере проявлять заботу о людях. И лучше помочь человеку, который не может нам воздать тем же. Вот это самый благоприятный вариант. Пожертвовать что-то человеку, который не может нам ответить тем же. Это значит, награда будет на небесах. И далее мы читаем, многие говорят, кто покажет нам благо? Яви нам свет лица твоего, Господи. И возможное другое прочтение. Многие говорят, кто бы дал нам увидеть благо, так вознеси же над нами свет лика твоего, Господи. О чем это? Многие устали. Отчего устали? От молчания Бога. Многие люди думают, что Бог не отвечает, Бог молчит. Многие устали, они годами молятся, просят за своих детей и внуков, но они не видят положительных перемен. И они как бы бросают вызов. Кто покажет нам благо? Мы не видим благо, мы не слышим голоса Бога, но это ложное чувство. Если мы дожили до этого момента, это уже благо. Вспомните ваших сверстников, которые уже покинули этот мир. Вспомните людей, которые были значительно моложе нас, и они тоже покинули этот мир. И как можно сказать, что Бог не собеседует с нами, если у нас есть Слово Божие, и мы имеем возможность изучать Слово Божие? Бог не молчит. Бог сегодня беседует с нами через свои писания. Многие говорят, кто покажет нам благо? Многие говорят, когда же все это кончится? Мы уже устали. Одна женщина, которая с трудом ходит, она подошла ко мне и говорит, я уже не хочу жить. Ей там под 90 лет. Она говорит, я уже не хочу жить. Она устала. И Давид восклицает как бы в ответ на эти переживания. Яви нам свет лица твоего, Господи. Или другое прочтение. Так вознеси же над нами свет лика твоего, Господи. Это произойдет. И это произойдет, когда будет пришествие Христова и как молния от востока до запада проносится по небу, так и пришествие Христа будет явным образом для всех людей. Как Он ушел на небо, так Он и вернется. Это свидетельство ангелов. Потому что, когда апостолы стояли, смотрели, как Он возносится, ангелы подошли и сказали, как вы видите Его Вознесение так же Он вернется. И с этого момента история Церкви становится история ожидания. История ожидания, когда же небеса шумом придут и Христос явится в этот мир. На самом деле ожидание недолгое. Почему? Потому что нас меньше должен интересовать исторический апокалипсис. Всеобщий конец мира. Почему? А мы имеем собственный апокалипсис. Вот умрешь, вот и конец света. Ангелы появятся, бесы появятся, престол Господен, лестница мытарств. Это реальность. которая может наступить завтра, послезавтра, в любой момент. Никто не знает дня своей кончины. И когда я читаю книгу Откровения Иоанна Богослова, я ее читаю как собственный апокалипсис. Мне так интереснее читать. Мы все зациклились на историческом апокалипсисе, а реальность такова, что все мы ходим под Богом, и в любой момент Он может нас призвать. И когда для нас погаснет сияние этой жизни, если мы верующие, мы войдем во свет жизни неземной, Он явит нам свет лица своего. Известно, что даже Пресвятая Дева Мария боялась в момент смерти увидеть злых демонов, и она молила своего сына, чтобы ей в момент смерти не видеть демонов. И Сын Божий пришел за ее блаженной душой, душой, и он ее взял на руки. И это путь каждого христианина на самом деле. Блаженной, сказано, умирающая в Господе. И далее мы читаем. Ты исполнил сердце мое весельем с того времени, как у них хлеб и вино умножились. Но вернемся к седьмому стиху. Вот эти слова «Еви нам свет лица Твоего Господи». Афанасий Великий дает такое объяснение. «Знаменайся на нас свет лица Твоего Господи, свет миру Христос. Он научил нас познавать истинные блага, от которых приобретаем мысленное веселье ума и сердца». И восьмой стих. «Ты исполнил сердце мое весельем с того времени, как у них хлеб и вино умножились». Возможное прочтение «Даруй сердцу моему радость, когда умножаются у них зерно и вино». Хлеб и вино – это евхаристические символы. Это евхаристические символы. И мы знаем, что на проскомедию, перед литургией в алтарь приносят хлеб и вино, которые во время Херувимской переносятся с жертвенника на престол, и во время евхаристического канона прилагаются в тело и кровь Иисуса Христа. Это и есть подлинное веселье. Ты исполнил сердце моим весельем с того времени, как у них хлеб и вино умножились. Давид как бы проницает времена и видит рождение Христа в Вифлееме. Вифлеем это и родина царя Давида. Он сам был из Вифлеема. Вифлеем по-еврейски Бетлехэм означает дом хлеба. И отцы говорят, из этого дома хлеба вырос колос который евхаристически напитал и питает всю Вселенную. Действительно в Вифлееме родился тот, который своим телом и кровью питал и питает всю Вселенную. И это будет продолжаться до его второго пришествия. Он сам говорил, «Сие творите мое вспоминание, пока я не приду». Ты исполнил сердце мое веселье с того времени, как у них хлеб и вино умножились. Подлинное веселье, оно менее связано с телом. Оно более связано с человеческой душой. Когда веселится тело, это имеет очень такое фрагментальное значение, радость телесная, она быстро проходит, и это все прекращается иногда болезненно. Например, веселье от вина, да, в Библии сказано, вино веселит сердце человека, но в то же время чувство похмелья едва ли продолжает веселье или приносит его. Даже плотская жизнь, она приносит, конечно, утешение мужчине, женщине, но не настолько, чтобы обеспечить их единство. Если брак созидается только на основе плотского увлечения, он развалится. Здесь без духовного единения ничего хорошего не будет. А когда мы говорим о духовном веселье, это радость присутствия за божественной литургией. Человек может и не причащаться, но он испытывает эту радость. Он был сегодня в этот день, воскресный день в храме, где люди причащались тела и крови Иисуса Христа. Когда мы читаем Писание, особенно Евангелие, когда читается в храме, мы должны испытывать радость и веселье от того, что слышим голос самого Христа. Потому что отцы учили нас, когда в храме читается Евангелие, считают, что это голос самого Христа. Прислушивайся так, как бы ты прислушивался к речи самого Спасителя. Веселье духовное, начавшись в этой жизни, может и не прекращаться, может перевести нас в веселье вечной жизни. И мы знаем, что старец Силуан, который сподобился явлению Христа в начале своего пути, потом, когда он умирал, он пребывал в веселье и плакал от радости, что, наконец-то он увидит того, который явился ему, когда он был новоначальный. Он прожил длинную жизнь в надежде пережить опять эту встречу. И когда в момент смерти он с весельем встречал ее. И апостол Павел восклицает, для меня жизнь Христос, а смерть приобретение. В каком случае смерть будет приобретение? Если человек живет Христом, смерть это приобретение в том смысле, что он переживает долгожданную встречу. Но общение со Христом и веселье о Нем, все это должно начаться в этой земной жизни. Разве сейчас мы не испытываем веселье? Разве сейчас мы не в общении со Христом? Ведь Он сам сказал, где двое или трое соберутся во имя Мое, там я посреди, мы изучаем Псалтырь, а все пророки говорили Духом Христа, как сказано, Дух Христов из древли вещал в пророках. Ты исполнил сердце Мое весельем с того времени, как у них хлеб и вино умножились. Спокойно ложусь и сплю, ибо Ты, Господи, един даешь мне жить в безопасности. Какие красивые слова и возможные прочтения. Я бы спокойно лег и заснул, ведь это Ты, Господь, даровал бы мне безопасность. спокойно ложусь я, сплю, ибо Ты, Господь, един даешь мне жить в безопасности. И посмотрим комментарии Антония Великого. Итак, познайте, дети мои, пользу уединения. Господь наш часто уединялся и показал в себе пример любви к уединению. Пророк Давид говорит Богу об уединении. Ты, Господи, единого на уповании веселья мя есть. И пророк Илья получал от ангелов духовную пищу ни посреди многочисленного народа, ни в городе или селении каком-нибудь, но в пустыне. Все необыкновенные происшествия, случившиеся со святыми в пустынях, описаны и преданы нам для нашего наставления, чтобы мы подражали им и любили уединение, которое приближает нас ко Господу, делает нас совершенными, доставляет нам духовное утешение. Те люди, которые уединяются и любят смирение всем сердцем своим и всей силою своею, получают более славы и уважения, нежели живущие в городах и селениях. Как это может относиться к стиху «Спокойно ложусь я и сплю, ибо Ты, Господи, един, даешь мне жить в безопасности». Суть такого истолкования Антония Великого «Ты, Господи, един даешь мне жить в безопасности». Пророк как бы говорит «Я как в пустыне среди людей. Да, у меня есть охрана, но Ты един даешь мне жить в безопасности». «Как Ты вел по пустыне еврейский народ и давал им жить в безопасности. Поэтому я спокойно ложусь и я сплю». Есть такая реклама, слоган «Заплати налоги и спи спокойно». А в каком случае христианин будет спать спокойно? Когда он пребывает в мире с Господом, когда он исповедовался о своих грехах, когда он засыпает с молитвой, а беспокойство всегда преследует нас, когда мы в состоянии нераскаянного греха. Или когда греховные образы всячески тяготят над нами, вот эти воспоминания прежде содеянных грехах, они нагоняют нас, пытаются опрокинуть в беспокойство, в гнев нашу душу. Но если Господь исполнил сердце твое веселье, старайтесь на ночь читать Евангелие. После вечерней молитвы пусть рядом с тем местом, где вы спите, обязательно лежит Евангелие. и вот где бы я ни жил, у меня нет постоянного жилья, я так на съемных квартирах живу, я всегда делаю вот кровать, должна быть лампочка над головой с выключателем и включателем и столик, на котором Евангелие или Библия. Вот рядом должно все это быть. это очень удобно, когда ты уже отходишь ко сну, спокойно ложишься спать, и ты открываешь Писание, читаешь слова, эти удивительные слова, которые вдыхают веселье в сердце, надежду на то, что даже если я не проснусь в эту ночь, я засыпаю с надеждой, на Бога. Поэтому христианин всегда должен спокойно ложиться, отходить ко сну. Сон – это икона смерти, это образ смерти, сон. Мы так и молимся, неужели одар сей гроб мне будет? Да, это такая реальность. Но если мы с Господом, мы чувствуем себя спокойно. Вот эту ночь, мы по-разному как бы пережили ее, кто-то хорошо спал, кто-то не очень, кто-то вставал, кто-то так и лежал до утра. А вы знаете, сколько людей не проснулись? Сколько людей на земном шаре, они легли спать и они не проснулись? Сколько россиян легли спать в эту прошедшую ночь и не проснулись? Сейчас в Америке ночь, там тоже есть православные люди, которые легли спать, и кто-то из них не проснется. Но живем ли мы или умираем? Мы Господни. Поэтому вот эти слова, они произносятся с надеждой. Спокойно ложусь я и сплю, ибо ты, Господи, един даешь мне жить в безопасности. То есть у нас упование на него прежде всего. Он один источник веселья, источник радости. И поэтому этот псалом называется победным псаломом. Человек одерживает победу над противниками, которые окружают его со всех сторон. Но самая главная победа, которую одерживает человек, это победа над самим собой. Об этом этот четвертый псалом, который мы сегодня читали. Если мы будем живы, Господь позволит, то в следующем воскресенье мы будем читать пятый псалом. по второму Кто может быть … может быть 我們 , не Pardon. Продолжение следует...